Продолжаем заниматься с файловым сервером Samba. В прошлый раз мы с вами создали RAID массив уровня зеркала из двух жестких дисков. На этом RAID массиве создали раздел. Этот раздел отформатировали в файловую систему EXT4. Сейчас мы этот раздел примонтируем и научимся делать так, чтобы этот раздел автоматически монтировался при каждом включении компьютера. Важный момент. Если вы смотрите этот плейлист, несмотря на предыдущие уроки, вам нужно посмотреть темы 104.3 и 104.5. Они вам тут пригодятся. Входим в систему. Давайте для начала проверим то, что у нас RAID массив в порядке. Все прекрасно, активный, никаких проблем я не вижу. Можем работать. Для начала давайте определимся, куда мы будем монтировать наш новый RAID. У нас в корне есть вот такое огромное количество папок. И, конечно, по-хорошему нам нужно заглянуть в папку Media. Там у нас есть CD-ROM. И в этот CD-ROM мы можем смонтировать что-нибудь, какие-нибудь носители. Есть у нас еще папка MNT, mount. Можем в нее тоже заглянуть. У нас были с вами занятия, когда мы с вами обсуждали эти две папки. И выясняли, что в этих папках находится, зачем они нужны. И по-хорошему нам нужно с вами, конечно, наш RAID смонтировать в папку mount. Но мы можем с вами спокойненько в корне создать. Я обычно так и делаю, если это у меня какой-то файловый сервер. Прямо в корне создаю директорию. С правами пока не разбираемся. Мы находимся в корне. Ну, как-нибудь давайте назовем дата данной. Большая буква. Да, конечно, мы работаем в корне, поэтому нам нужны права суперпользователей. И вот видим то, что у меня теперь появилась папочка data. Вот она в левом столбце внизу. Утемная синенькая такая. И в эту папку я хочу монтировать свой RAID массив. Значит, для того, чтобы что-то куда-то монтировать, мы можем, конечно, просто выполнить команду superuser.do mount и устройство пишем. Какое устройство у нас с вами? Давайте по-хорошему нам нужно посмотреть, что у нас за устройство. F-disk-l. От имени суперпользователя. И мы видим то, что у нас RAID массив с прошлого занятия остался DEVMD127P1. Вот такой вот у нас RAID массив. Хотя у нас, по-моему, по-другому он вчера назывался через MD0, если я не ошибаюсь. Но я ничего не менял. То есть вот так у нас RAID массив собирается. Хорошо, пусть будет так. Давайте пишем команду superuser.do mount устройство as DEVMD127. Теперь вот так в Linux определяется это все. Монтируем в корневую папку data. И теперь мы можем с вами перейти в папку... Ну давайте прям перейдем в CD data. И что-нибудь здесь посоздаем. То есть сейчас мы с вами уже фактически находимся на нашем зеркальном массиве, который смонтирован в корневую папку data. mkdir фолдер просто назовем. Так, ну да, мы с правами-то создавали папку с правами суперпользователей, поэтому у нас с вами только суперпользователи имеют сюда доступ. То есть мы с вами посмотрим сейчас статистику по папке корневой data. Мы видим, что у нее и пользователь, и группа пользователей являются руты. И все остальные пользователи у нас имеют права только на чтение и на выполнение файлов, то есть на заход в эти папки. Давайте изменим эту ситуацию. Выйдем из этой папки, во-первых, чтобы она у нас ни на чем не спотыкалась. И от имени суперпользователя скажем, что владельцам пусть остается рут, а группы владельцев, ну пусть стану, например, я. Так, папка у нас data. И скажу, чтобы еще, наверное, права у меня все-таки появились. 770, давайте 775 поставим права на эту папку. Уже уроки у нас на эту тему были. В самом начале я вам ссылку дал на эти уроки. Если кто не понимает, что я сейчас делаю, посмотрите эти уроки. Да, и, конечно, от суперпользователя. И проверяем теперь, что у нас с этой папкой случилось. Так, data. Есть у нас папка. Я теперь встал, вы видите, справа, группа ID, группой владельцев. И у меня, как у группы владельцев, есть права RVX, чтение, выполнение, запись. Так, для чего это все делал? Я хотел попасть в папку data. От имени уже своего обычного пользователя. И в этой папке создать директорию. И в этой же папке какой-нибудь создать файл. Не знаю. Текст. Текст и пустой. И давайте, чтобы какие-то данные там появились. Возьмем и, скажем, команде date отправить туда какой-нибудь. Создать текстовый файл и отправить туда дату. И команде uptime, например, создать файл и отправить туда информацию о том, сколько у нас работает система. ls-all. Видим то, что у меня в папке data. Это была у меня просто папка, созданная в корне. Появились все необходимые, ну, то, что я сейчас сделал. Папка и три текстовых файла. Плюс мы можем здесь догадаться по наличию папки lostandfound, то, что это отдельный том. Эта папочка у нас, мы еще будем о ней говорить, она создается у нас на томах жестких дисков. То есть у нас сейчас rate-массив есть, который подключен в эту папку data. Такой момент. Если мы сейчас отправим систему в перезагрузку. Shutdown-r. Now То после перезагрузки у нас с вами папка автоматически обратно не примонтируется. То есть если мы сейчас с вами обратно, я сейчас заводинюсь от своего пользователя. Сейчас подождем, дадим ему ксус загрузиться. Если я с вами сейчас перейду в эту папку data. Тут мне нужно указать уже то, что это корневая папка, потому что я сейчас по умолчанию нахожусь в своей домашней папке. Видно то, что папка пустая. Потому что та команда, которую мы выполнили, mount и так далее, она у нас сработала один раз в ручном режиме. После перезагрузки у меня ничего обратно не смонтировалось. То есть у меня сейчас есть rate-массив с теми файлами и папками, которые я создал предыдущими командами. Но он у меня нигде в моей корневой, вообще ни в корневой, ни в какой файловой системе не подключен. То есть у меня есть эти диски, они в компьютере, в моем сервере, но я информацию эту увидеть не могу. Так вот, чтобы каждый раз вручную не писать команду mount после перезагрузки и не монтировать диски, нам нужно с вами поглядеть на настройки автомонтирования. Настройки автомонтирования, мы тоже с вами уже проходили, находятся у нас в файле etc.fstab. Тут у нас монтирование всех файловых систем. И мы видим, что на Unix в моем сервере у нас монтируется на sda1 раздел ext4 и на sda5 раздел swap, раздел с файлом подкачки. Так вот, нам нужно сюда дописать теперь строчку, которая будет примонтировать мой rate-массив сюда. Вы видите, что здесь у меня указаны идишники, uuid. По идишникам наиболее корректно указывается монтирование файловых систем, потому что имена разделов могут меняться, может быть какая-нибудь путаница, а идишники они не меняются никогда. Поэтому нам нужно всегда указывать идишники разделов, прежде чем их автоматически монтировать. Чтобы узнать идишники разделов, используется команда вот эта вот. Это очень интересная команда, я по ней мануалу вам дам в описании к видео. Она имеет очень много ключей. Так что я пароль неправильно брал. Вот, и мы видим сколько у меня разделов и сколько у меня идишников. В частности, меня интересует мой последний идишник, устройство MD127P1. И его мне нужно взять. Обычно мы с вами установили сервер минуксовый, настроили на нем SSH. И спокойненько работаем по удаленке через там PuT, Kitty, через что угодно. Через какую-то консоль, в которой у нас есть все необходимые инструменты. Сейчас мы с вами якобы сидим на голом сервере, и поэтому нам, чтобы сейчас скопировать этот идишник, нужно очень сильно изворачиваться. Нам можно попробовать отправить вывод этой команды в файл, из этого файла скопировать, потом вставить туда, куда нам нужно. Я хочу поступить попроще. Я хочу установить мышку в свою консоль. Вы видите, по умолчанию у меня сейчас мышки нет, я ничего не могу делать. Так вот, за установку мыши у нас отвечает, я экран почистил, пакет, install, gpm, general purpose mouse. То есть просто-напросто мышка. И мышки нам будет уже намного удобнее копировать и вставлять выводы везде, куда нам нужно. Вот у нас сейчас быстренько он перезапускается. Это интерфейс, и все, у меня есть теперь мышка. Вот она теперь у меня появилась, я теперь могу чего угодно делать. Так вот, мне нужно было взять с вами вывод команды BLKIT, чтобы вот эту информацию получить. Чтобы теперь у меня что-то копировать и вставлять, мне достаточно выделить мышкой. И теперь, после того, как я мышкой что-то выделил, у меня это находится в буфере. И если я щелкну внимание средней кнопкой мыши, то есть скроллом, то текст вставится. Открываю с правами суперпользователя, файл, etc, fstab, спускаюсь в самый низ, пишу комментарий, щелкаю средней кнопкой мыши, вставляется ID, нужно только потереть кавычки, они, вы видите, тут не используются. Через табуляцию пишем, куда это будет все монтироваться, у меня есть корневая папка data. Через табуляцию пишем, какая там файловая система, у нас, ext4. Через табуляцию опции подключения меня полностью устраивают опции по умолчанию. И парочка ноликов по умолчанию меня тоже устраивает. Так, ноль, ноль. Сохраняем файл. Пробуем перезагрузиться. Входим в систему. Заглядываем в папку data. И видим то, что все на месте. То есть после перезагрузки у нас автоматически смонтировался нужный нам раздел совсем необходимым. И смонтировался он в корневую папку data, как мы и прописали, файли etc, fstab. Итак, промежуточный итог. Мы с вами создали в корне нашей файловой системы папку, изменили владельцы этой папки, права этой папки, чтобы пользователи обычные тоже могли ей пользоваться. Но в моем случае не пользователи обычные, а просто мой пользователь получил доступ к этой папке. После чего вручную смонтировали в эту папку наш RAID-массив, перезагрузились, проверили то, что автоматом не монтируется, установили драйвера для мышки, использовали мышку для работы с буфером обмена, отредактировали файл, который используется для автоматического монтирования файлов в систему etc, fstab, в него вписали строчку с необходимыми нам параметрами, перезагрузились и проверили то, что теперь наш собранный RAID еще и автоматически монтируется в ту папку, в которую мы сказали. Спасибо, что смотрите. Продолжение следует.